Всем здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, подождите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Откройте глаза. Ради своего господина. Давай, давай. Надо звук настроить. А то мне саму в уши, а тут не особо. В приятной атмосферы создает. Что нельзя было сразу в начальном меню настройки поставить? Нет, надо в игру заходить. Меню инвентаря, да. Та-та-ра-там-там-там. Настройки игры. Камеры изображения, управление, сетевые. А где настройки звука? О, привет, Дет. Привет. Я не понял. Тут есть звук, да, всё. Что-то я проморгал. Так, кровь. Ну, пусть будет. У субтитра обязательно. Интерфейс скрывать. Настройки яркости. Давайте на восьмёрочке оставим. Звук музыки, конечно, поубавим. Звуковые эффекты аналогично. Да. Голос. Ну, вот, на пятёрочке оставим. Голоса оставим. Да, ну, вот, на семерочке оставим. Так. Сейчас проверим, как по звуку. Да, ещё раз, друзья, всем привет. Так сказать, сегодня мы начнём прохождение такой прекрасной игры, как Sekiro Shadow Die Twice. Да. Игра, которая не далась мне с первого рывка, но обязательно дастся вот в данном прохождении. Так. Письмо с орнаментом. Угу. Слышно меня нормально, да? Всё вот так сказать, должно быть отлично. Да, 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 да. Игра, которая многим не далась, но думаю, мы постараемся из этого числа выйти. Так. Прыжок по стене. Оп. Два прыжка надо делать. И всё. Резервуар Asino. Слышно шикарно. Вот. Это хорошо. Сегодня постарались с нашим модератором настроить звук, так сказать, чтобы всё на стриме было шикарно. но игра решила так сказать поменять все планы, сделать начальную настроечку максимально громкой, хотя не должна была быть такой. Вот тут нам видно кинули это письмецо с орнаментом. меню видений отсутствует. Ну и чёрт с ним. Консоль слышно стало хуже. Да, тут сказать, у нас вместо наушников мы поставили микрофон. и у микрофона есть небольшое точнее функция отбрасывания лишних звуков. Небольшая. Подключение к компьютеру и ноутбуку конечно бы дало лучшую, так сказать, эффективность, но что не имеем, то не имеем. Так. Тут нас учат пригинаться и так сказать скользить подобно диким кошкам. Так. Присев. Так. Это обучают нас скрытности. Сейчас у вас нет меча. Избегайте врагов используя скрытность. и направляйтесь к лунной башне. Если вас кто-то заметит, над головой врага появится предупреждающий значок. Все понятно? Все понятно. Так. А тот синоби на дне. Я не дочитал. Еще потише можно сделать. Так. Чуть потише еще. Для пятерочки. здравствуйте. А я не к вам. Я вот мимо проходил, сударь. Ауф. Вот честно, я с вами вообще общаться даже не собирался. просто стоял. А ты падать-то будешь? Ну вот будь вторым, пожалуйста, таким же умным молодым человеком. Сорвись со скалы. да, 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 такое. Ну ладно, раз не хочешь, вот мы пожалуй пройдем мимо и будем так сказать задерживать его. С музычкой нормально все слышно? Там можно сделать еще потише. Где-нибудь. луна сегодня особенно ярко освещает лунную башню. Божественный наследник наверное опять читает при лунном свете? Да, пожалуй. И все же заточить в плену ребенка на него жалко. Согласен, но думаю у господина Ганетира свои резоны. Нормально, да? Хорошо. Понял. Понял. Ну тут в принципе при при моем так сказать диалоге консоль должно быть максимально не слышно. То есть улавливается ближайший тут динамический звук и фон всякий шум должен заглушаться. Ну ладно тут нас один бедняга нашел но ничего страшного. Давайте еще послушаем дверь в лунную башню. Ты проверял что она заперта? Она конечно заперта но ты дыру в стене так никто не задел беру не переживай такое м ну он конечно нас догнал да догнал я думал тут враги как бы из виду теряют нас мы же как бы из-под дома там вылезли в кустиках спрятались нет ну ладно первая смерть можно начинать вести так сказать киллстрик первая смерть есть да вот так вот мы пригинаемся тут все пройдем на этот раз без шума вот какой-то вообще беспокойный молодой мужчина там стоит мы пожалуй тут пробежимся так падать не надо падать плохо но тут желтыми так сказать подсказочками нам помечается где стоит взобраться и проскользнуть и где наши шлавливые ручки могут подтянуться раз и все незаделанная дыра наш второй вход божественный наследник и раз что ты пришел как давно мы не виделись волк я пришел освободить вас господин ну тогда подними голову вот нам вернули нашу кусабимару твой меч катана если я не ошибаюсь мой синоби в соответствии с клятвой господиной слуги ты посвятишь свою жизнь служению умнее это конечно мощно я повинуюсь не хватает в конце мой господин кстати спасибо что ответили комментарием что у меня там два поста а то youtube глюканул видите два постика выпустил так кусабимара меч дарованный вам кукура это видно наш господин это реликвия хирата ветви рода асина меч считался потерянным но теперь оказался во владении волка имя меча кусабимару напоминает владельцу долг синоби убивать но даже он не должен забывать о милосердии девиз воплощенный в самом его самом оклинке да да там так сказать там в будущем еще один интересный постик выпустится так сказать по окончанию предфинального оформления канала как можете заметить наверное поменялось название у нас там стоит название если я не ошибаюсь гетеринг вис кроу да все верно это самое название так сказать посиделки с вороном верный волк я вижу ты ранен у меня кое-что есть это может пригодиться это особая фляга фляга с лекарством да лечим свои раны вот чуть-чуть быстрые диалоги немного сложновато их читать господин слушай а потом после ты был сильно ранен после чего ты не помнишь ту ночь нет нет поговорим об этом потом сейчас нам надо выбираться из замка да да как скажете под мостом через ров есть тайный проход он выведет нас из замка господин Иссин мне как-то о нем рассказывал я прошу тебя найти этот тайный проход как только ты его найдешь нападай мне сигнал тростником тростниковым свистком как раньше помнишь копий что-то там как только услышишь свисток прибегу к тебе фляга вот и наша основная хилочка всех так сказать ах любимых серий игры Dark Souls быстрый доступ предметам в игре можно переключаться да используйте стрелочки влево вправо использовать верхний стик пока у нас есть а надо поставить у нас есть также идол возвращения каменная статуэтка Будды вырезанная из дерева может использоваться многократно волк хранит ее с тех самых пор как его спас отец углы статуэтки стерлись от времени этот Будда нужен чтобы возвращаться домой он вернет владельца к последнему посещенному им идолрейщика или в разрушенный храм но видно у нас так сказать валюты которые мы заработали заберут и мы телепортируемся обратно в последние точки ох уж эти вороны нуф никак по-другому да давайте значится пошуршим еще тут по этому зданию может что интересненькое найдем драже лечебное драже постепенно восстанавливающее здоровье коробка с амулетом с этим драже служит также и боевым амулетом интересно пока ставить не будем у нас здоровье половина вообще ни разу не много ну давайте тогда получать люлей вот честно играл в последний раз наверное ну вот месяца 4 так сейчас секунду так что скилл и навык уже давно подзавел да и получать по поличку это будут будут много и страшно много так концентрации смертельные удары цель синоби в бою разрушить концентрацию врага это можно сделать в том числе атакуя его лишившись концентрации враг становится уязвимым до смертельного удара r1 атаковать r1 лишив врага концентрации выполнить смертельный удар а скилл и навык был ну как я знаю и качался я определенное количество навыков и вкачанных скиллов у меня было различной техники а вот в данный момент у нас с новой игрой все так сказать аннулировалось а я ты имеешь ввиду в принципе о моих мастерских навыках ну как сказать некоторое некоторое его подобие у меня было не сказать бы что слишком много но было да как помню в самом начале вот даже вот эти самые начальные юниты самураи так сказать приспешники вызывали у меня некоторое чувство оторопи и заблуждения по поводу того что они как-то не так атакуют привет привет да всем чистый стал звук да приятно слушать так я о чем и говорю так сказать сделали самое мощное улучшение по звуку из данного всего возможного о доброе утро да честно честно вот где-то я вот собирался вот за минут 10-15 проснуться до стрима что-то не выспался я утром так сказать не до этого было и вот просыпаюсь где-то в 6 часов такой смотрю уже уже пора стрим запускать а я не в одном глазу быстро собрался умылся вот запустил так отражение атак спасибо уже научились иногда одних лишь атак недостаточно чтобы разрушить концентрацию врага отражая атаки противника вы тоже нарушаете его концентрацию опытный синобик будет совершать сочетать защиту и нападение чтобы быстро победить новую консоль купить и захвата карту захвата и вебку ну вот про вебку я даже и не знаю вот честно пока желание так сказать свое лицо в общий доступ осуществлять нету возможно в будущем да а в данный момент желания нет ох уж эти истории из жизни да да очень жизненные притом спящий модер и стример после настроек звука там точно была настройка только звука все все так все так был еще чай и печеньки да 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 я понял понял без иронии доли так сказать небольшого черного юмора как говорится в нашей жизни никак давайте продолжим давайте тайминги будем учить тайминги здоровья у нас как такового уже нету где дед нас тремя ну из единственного деда я вижу тебя смысл от карты захвата если она появится то от новой консоли смысл чуть падает да и без среднего компа от нее смысла не так и много ну захват карту захвата можно использовать как я понял для стриминга на двух платформах ну то есть на ютубе и на твиче сразу вместе да а без среднего до устройства наподобие компьютера или ноутбука без нее будет тяжеловато у меня к сожалению ноутбук офисный то есть рабочий в основном он такие так сказать процедурки особо выдерживать не то что не будет но ему будет очень сложно раз два три раз три оп так карта захвата она позволяет заснять более четкую картинку стабильную карта захвата нужно так же чтобы нужна чтобы ты стрим вел с пк но играл на консоли да 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 я так и понял да да я понял спасибо за объяснение ну это в ближайшем все будущем пока у нас так сказать есть небольшие улучшения которые мы постарались в быстрейшем масштабе сделать там еще есть некоторые задачки которые стоит решить и пока думаю хватит пока так сказать не получилось немножко у меня да раз раз ну вообще кто не знаком с данной серией игры серия секира так я точное название сейчас скажу shadows die twice ну то есть все все действие у нас происходит в в азиатской части китай китай или не япония точно китай скорее всего вот то и у них тут как бы идет передел власти то есть у нас есть некоторое количество кланов некоторое количество руководителей которые захотели вдруг резко такие поменять все имеющиеся политическое расположение и вот клан истина которому мы служим пострадал в большей своей части остался один наследник которому мы так сказать служим как господину так как мы его синоби верный верная тень да вот как то так а плейлист создал ссылку на игру поставил превью поставил за чаем и вернусь давай удачи спасибо большое нашему модеру работает как пчелка трудится без перерывов так захотелось сразу поиграть в диабло глядя на эту игру не знаю почему даже интересные умозаключения есть еще игра такая от разработчиков дьявола торшлинг называется вот по своему опыту небольшому могу сказать прикольная игруха тоже так сказать в стиле дьявола стоит заценить раз 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 и минус одна жизнь у данного большого дядьки так смертельный удар по сильным врагам некоторых сильных врагов можно убить лишь несколькими смертельными ударами количество смертельных ударов отображается вот такими вот кругленькими красненькими точечками да кружочками каждый смертельный удар отнимает один кружочек фиксируем уже 10 лайков всем спасибо большое друзья но у меня числится только 8 ну как обычно либо ютуб лагает либо все очень как-то странно а ворон тот еще дед знает что-то про старые игры ну ну конечно это мы еще не затрагивали старые знаете пиксельные пиксельные по своей тематике игры ой так сказать такое мы любим играем обожаем так раз ну давай оп давай оп оп раз 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 и все и минус один большой дядька вот скажите не скилл ли это убить главу врат с первой так сказать неофициальной смерти мы умерли там просто потому что один мужик нас вот такой вот спину зарезал так либо надо обновить страничку ну тоже верно это это как бывает иногда ютуб любит так сказать поиздеваться вот набираешь определенное количество просмотров лайков а потом в конце этого стрима или трансляция через несколько дней просто тупо их обрезает эх эх ютуб ютуб так да ютуб он такой не будем сравнивать его с противоположным полом да всегда считает как он любит gta 2 ну ну на ps4 gta 2 все возможно когда у нас так сказать получится записать стримик не с консоли то есть первый так сказать официальный стрим с пк или ноутбука какого нибудь мощного ютуб достаточно стабильный и оптимизированный ну по сравнению а с чем по сравнению с тычем например ну конечно они разные по своей так сказать небольшой нацеленности аудитории твич подстримы прям чисто заточен ютуб под так сказать и видео и стримы одновременно ой упали но иногда ну вот твич он как так сказать своими любимыми банами тоже хорош но ютуб бывают так сказать небольшие творческие затупы вот я скажу так но у него там по своим так сказать этим как там вот ты зацепляться то будешь нет пожалуйста или я очень просто много туплю и можно обойти по боку вот сбоку вот тут да да так самое главное говорить осуждаю все верно все верно тут мы на ютубе не осуждаем мы просто не творим всякий противоречивый контент способны так сказать обидеть любую из аудиторий но твич менее стабильный но у них есть резервные сервера так чтобы в случае аварии не так сказать старые стримы да да так у нас тут есть какой-то спуск вниз опять же идем потихонечку стример у нас так сказать можете представить медленная кляча медленная кляча да старенькая медленная кляча которая не торопится никуда она так сказать потихонечку изучает куда идет смотрит что можно сделать где можно вкусненького покушать чтобы было приятно так сказать играть да вечер добрый да на даме привет привет секира секира сколько же слез гнева и геймпадов ты сожрала также можешь заценить нам на маде на даме какой у нас сегодня прекрасный звук так сказать нету никаких таких мешающих мешающих да отвлекающих звуков ну не переживай так сказать прочувствуем все вместе в данной игре и со второй попытки я думаю мы победим так ты знаешь про тайный проход над нерва под мостом нам как раз приказали охранять его ага ворчит не дают покоя охране ну скоро быть в войне а по факту это сейчас что просто вырезали пол клана и все ну народ погнали хорошего и приятного стрима спасибо санславес спасибо спасибо стример все проходит семимильными шагами да 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 мы так сказать ай-яй-яй эм я вообще ни разу не понял как так получилось но мы упали я просто подпрыгнул и он не зарегистрировал захват опять же у стримера птичьи лапки со стримером надо быть понимающим так ну вот мы вот сюда вот залезем секира это конечно гуд хотя до последнего верил в кризис вот у меня и кризис установлен у меня и секира установлен у меня и еще несколько сюжетных прекрасных игрушек установлено то есть выбор был огромен даже можно можно может был вариант пройти блатборн но судьба сблаговоила что я при так сказать открытии глаз увидел секира пред собой да тут у нас вместо так сказать ящерек из третьего драк соуса и всяких разных таких как этих маленьких зверушек подносящих эти дополнительные предметы являются гномики или эти карлики да выбор огромен поставь рагнарек у меня тут сердечко загораживает он выбор все он выбор поубавит рагнарек рагнарек есть у меня да точнее не у меня у нашего хорошего модера у него есть и четвертая часть и пятая рагнарек так нам получается свеситься надо опять же все в планах все возможно пройдем главное так сказать не тупить не тупить и все проходить раз вот не привык что в играх некоторых инверсивное управление то есть на гнеток на кнопочку квадратик ты там пригинаешься где-то на квадратик ты предметы как здесь подбираешь надо все привыкать особенно когда ты играешь в сусиму и потом в секира то управление вообще разница особенно в блокировании и всему подобному так он весит под 200 гигабайтов так если я правильно помню но у меня свободных без удаления уже существующих игр где-то 308 так что в лес бы как в литой так у нас получается тут у нас есть проходик так это рывочек у нас сейчас не будет ну как это не спойлер даже у нас сейчас будет битва с финальным боссом ну то есть победа над ним будет так сказать в концовочке означать будет полегче или посложнее побеждать я его ну так сказать муссеты не слабо знаю могу только по лещам по лицу себе получить да теперь давай уходите отсюда говорит наш господин да и скорее всего мы умрем но отпор дадим максимальный избежать проклятой судьбы пытается наш господин здоровье у нас на один затык то есть мы по факту с босс боссу идем с одним единственным хп здоровья хп здоровья да стример чуть-чуть так сказать этот забыл забыл термин да научный цусима и секира очень похожи вторая хорошо в босс файтах когда первая очень эффективна в плане битвы с толпой ну у каждой да есть такой своеобразный шарм у цусимы можно так сказать используя разные техники комбинации через скрытность и опять же прямой контактный бой очень красиво сражаться с кучей врагов секира же с боссами они так сказать очень эффектно эффектно да сделаны тут прослушала диалог не читала его ну пойдемте дальше так сказать одно одна тычка по лицу и мы помираем где такое видано есть интересное предложение от надами застрянем на одном боссе более чем на 3 часа сливаем игру на неделю кому-то явно не нравится проходить одного и того же босса 3 часа эх а как же смотреть на боли страдания стримера ну по факту по факту секира мы будем проходить с перерывами то есть подряд подряд даже у моих железных так сказать булок не хватит сил давайте мы сначала победим этого босса и потом продолжим так последний раз я там что-то что-то да да господин ганитиро да мы от него как раз и убегали не надо господин не не надо оправдываться перед данным сволочным человеком спасибо говорит он предоставьте это мне да опять же чатик я чуть попозже прочитаю у нас сейчас будет напряженная битва так сказать одно хп против целого босса нам знамень значит благородный синоби решил заступить нам путь ну все верно так же дорогие друзья ставим лайки подписываемся доброму стримеру очень приятно очень приятно так сказать будем запускать пораньше стримы и всему подобно пока живем пока живем но это ненадолго надо его прессинговать или выводить в здоровье ни того ни другого я не могу сделать с тактической точностью так как не обладаю достаточными знаниями о мувсетах после первой смерти да скорее всего да вот сейчас мы и помрем да 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 заговорился даже минус рука ну значит с полноценным боссом будем в конце сражаться полноценный босс тоже хорошо так давайте почитаем есть так это я уже читал от надами вот продолжу свою мысль да будем играть в секира с перерывами ну то есть доходим где-то до первого босса проходим его если опять же у нас не получается один стрим мы его на несколько ну на стрим другой забиваем немножко проходим более так сказать расслабляющие булки игры дарим нам умиротворение и спокойствие нашей ну душе и повторно продолжаем так сказать это гиблое дело с новыми чистыми силами помыслами я думаю мы справимся да мы тогда секира не пройдем пройдем конечно же ага попа боль от валькирии из бога войны да да валькирия это тоже отдельный так сказать под отдельную категорию они подпадают где надо выставлять планку от сложности 10 к 100 да и 100 это максимально премью имбак кто делал ну конечно же наш модератор привет вот привет сегодня так сказать поиграем одну прикольную игрушку и получаем по попке и пытаемся сжать их посильнее да они кто стыреная и отфото жопленная все верно итак ты пришел в себя похоже смерть тебе не грозит пока что ну конечно хоть где-то нам повезло одобрямс это хорошо протез синоби давайте почитаем протез изготовленный резчиком копия человеческой руки снабженная разными механизмами судя по всему она сразу сделана в расчете на модификацию и добавление разных инструментов протез испещрен следами ударов и покрыт многочисленными пятнами крови и масла но механизм нисколько не пострадал да иногда чуть-чуть устаю читать так что могу немного механически это делать я имею ввиду что по тактике на даме мы такси кира не пройдем ну все да очень мы долго ее проходить конечно будем но стримы я где-то пока что до конца февраля собираюсь выпускать как минимум два три в неделю ну то есть один стрим как минимум будет два стрима это если проблем никаких ну по времени по затыкам не будет третий стрим как ну бонусный выходные конечно же тоже может быть да ведьмака не быстрее ведьмак он своим контентом контентом так сказать огромным количеством контента поглощает с учетом да он длинный с учетом всех квестов ну если конечно по сюжету идти то будет конечно чуть быстрее мы придем к финалу но так не интересно да так давайте значит послушаем что нам скажет этот прекрасный дедушка как тебя зовут они отвечают а это мы не отвечаем твои глаза глаза волка ты не выполнил свой долг или мне так кажется это тебя не касается говорит наш волк ворчит слова истинного что то там я должен вырезать Будду а ты делаешь то что намерен спросить как вы сюда попали прямо себе в третьем лице мы говорим своеобразненько да всем привет дорогие друзья подписываемся ставим лайки у нас еще очень много всего интересного на канале будет так сам не знал как жив жив ты все же не хотелось чтобы тебя собаки съели как благородно с его стороны сколько я спал поинтересовался ворчит я нашел тебя уже довольно давно сутки то двое мы пролежали наверное ясно и все же твой господин еще жив обнадеживающе обнадеживающе его держат в плену в замке Асина скоро они воспользуются его кровью кровью божественного дракона как я знаю похоже ты по себе убедился в том насколько она ценна это мы спрашивали спросить о новой левой руке твой ник прям масштабный хотели хотели мы его подсократить вот честное слово да но звучит не очень вот gathering with scroll посиделки у ворона вот даже как-то более уютненько звучит чем например какие-то например вороньи посиделки те же самые или что-то подобное да ну или обычное так сказать какое-нибудь название канал так давайте спросим о левой руке моя левая рука что ты со мной сделал я называю это протез синоби подходящий клык для однопол однолапого волка хочу статую с ними вырезать хотя статую с ними вырезать неудобно забирай протез синоби это непростая замена твоей пропавшей руке если найдешь инструмент синоби приходи ко мне да да он нам так сказать сделал апгрейд кибернетический своего рода будущее быстро соображаешь да да принесешь инструменты да я понял дед спасибо тогда то ты оценишь его по достоинству а с различием скачем различных науков так вообще конфетка будет лучше иди да кровь божественного наследника давайте еще спросим про это что значит они воспользовались его кровью я мало что про него знаю разве что в нем живет наследие дракона так называют особую кровь эта кровь течет в жилах твоего господина значит божественный наследник за ним кто-то охотится возможно то что с тобой происходит с этим как-то связано ну что мы возрождаемся вот это все самое интересное давайте тогда бывали в этом храме и другие необычные гости один такой обосновался на просеке на просеке справа от ворот в храмовый двор два странника в странных обстоятельствах да пожалуй вы поладите круто круто у нас одна хилочка тут нам дадут возможность так сказать записывать свои телодвижения то есть делать делать подсказочки нашим хорошим друзьям если включен сетевой режим легкий кошелек мой кошелек нам так сказать дали немножечко бабосиков на первые покупки так это пригнуться бежать мы быстрее видение да синоби способны в назидание оставлять после себя тени былых своих свершений называемых видениями для некоторых это способ указать на путь вперед для других возможность помериться силой тыкаем на панельку и у нас так сказать есть возможность как записать так и просмотреть данные функции а вот это у нас первый так сказать идол резчика у которого мы помедитируем так сказать первая первая наша точка спавна так в этом меню можно так сказать восстанавливать здоровье запас сил также одно воскрешение если у нас используются предметы то они как бы сразу переносится из инвентаря в быстрые слоты но также воскрешаются убитые враги да без этого никуда отдыхать смысла не вижу у нас так сказать ничего не поменяется давайте познакомимся с одним интересным гостем он тоже у нас имеет одну особенность позволяющую так сказать совершать интересные маневры как тебя зовут спрашивает он или мы его что не скажешь это у нас спрашивают судя по всему ты опытный синоби конечно так сказать уже седые волосы синоби или быть может опять молчим прошу уважь мою скромную просьбу сразить со мной ну ладно раз два и он мертв было очень быстро ух сегодня был странный день конечно чем выражается твой так сказать странный день я по-прежнему жив как я и думал да этот человек бессмертен его нельзя убить то есть сколько его не режь не руби не совершай всякие смертельные приемы он будет жить ну по факту мы имеем похожая способность только мы возрождаемся не на месте где мы были убиты ну кроме одного двух раз а на месте своего так сказать последнего последней медитации понедельник день тяжелый этого не отнять у данного дня да есть такое проглядывается точнее такое мастерство поистине встречается редко мало кому удавалось убить меня так безупречно ну а что ты хочешь синоби с опытом в три месяца кто ты такой один одни говорят бессмертный другие изъедены червями я не могу умереть вот и живу да а что насчет тебя что привело тебя в эти развалины хм ну мы хмыкнули кажется у тебя много дел да многозначительный хмык скажи а не хочешь попрактиковаться на мне удары попрактиковать точнее это может пригодиться тебе в твоем задании неумирающий противник может оказаться полезным считай я доброволец ну принять конечно же хорошо ладно начнем ну говорят пока машешь мечом быстрее проходит время ну по факту за тренировками да а ты заметил что этот храм привлекает тех кому некуда идти я вот точно из таких да мы промолчали видимо как раз поэтому ящики для подношений появляются интересные вещи а появляются они очень не часто да возвращайся в любое время если пожелаешь поупряжняться я к твоим услугам так чатик давайте почитаем сегодня был экзамен и надо было куртку на вешалку поставить в колледже но я пошел и по лестнице потом от мокрого пола упал правой стороной теперь кости болят а ударился корпусом или чем-то конкретным и с какой высоты упал если что-то так сказать очень сильно так сказать мешает ходьбе или просто движению то лучше так сказать поинтересоваться у врача записаться да не умирай вот F лоту да ребята день тяжелый реальный экзамен и еще вот это потом после экзамена пошел домой и какой-то чел рекламирует свою компанию и свою беспроводные и свои беспроводные наушники и так далее я сказал нет и пошел потому что устал после трех часов на экзамене после этого недалеко знаменитый знаменитая машина проехала из фильма такси на той самой которой гонял Доминико Торетто хе-хе-хе да да так давайте проверим сундучок этот в нем конечно же пусто ящик для подношений предметы которые оказываются недоступны в других местах появляются в ящике для подношений если ящик подсвечен значит в нем появился предмет предметы из ящика можно запирать за пожертвования а у нас сейчас он пуст потому что у нас нету никаких пожертвований которые мы могли бы сделать да давайте какой-нибудь навык отработаем что у нас есть отражение уклонение отходом вот честно бы я потренировался бы больше от уклонения тяжелых атак пока у нас не появился навык их отражения и наверное опять же парирование парирование определенным навыкам но вот это я думаю мы тренировать не будем время тратить все это так сказать на своей шкуре и проверим да так я так бегать 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 мы на нолик тут умеем крюк нашей функции так сказать руки шиноби есть крюк с помощью которого мы можем карабкаться по возвышенностям и всяким уступам в том числе и корягам дерева но тут интересный помню был моментик кто-то заснял как совершал прыжок да с разбега с этого моста нет видно в данной записи так сказать не осталось или кто-то не в сети так раз два подскочили эх ну пейзажи что блин в цусиме что здесь красоты их не отнять очень красочно тут изображены так сказать предгорные районы различных особняков различных стен зданий ну и просто всякой растительности скудной эх хорошо горный воздух смерть ну конечно если упадешь да я плохо учил биологию но где талия и но где-то талия и локтя у тебя болит да но вот честно если у тебя какие-то припухлости появятся покраснения то можно сделать компрессионные всякие так сказать ну приложить лед короче для уменьшения воспаления так же если есть мазь всякая такая противовоспалительная ну и обращаться к врачу да потому что переломы если они срастутся неправильно это будет еще больнее высота одна лестница оставалось примерно 8-15 наверное а мой рост 185-190 да по по достаточно неплохой такой ты разбег взял если так выразиться большой шкаф громко падает немножко черного юмора да перемещение по идолу резчика ну короче мы можем по точкам перемещаться да вот помню где-то в начале в начале самой зимы спускался по лесенке крутой лесенке по краям точнее по так сказать по углам вот обитые железом они конечно были не особо острые закругленные так сказать железо но я короче с верхней лесенки упал и хорошо не юзом вперед а так сказать на свою пятую точку и прокатился прям до низа проехался там копчиком голенью прям косточкой несколько раз прям было очень неприятно леденец унга данный леденец временно снижает урон вашей жизни от физических атак ну и вроде ничего критичного не сломал себе даже ну просто не повредил а просто так сказать было ушиб такой своеобразный так сбор трофеев так задерживая квадратик мы можем собирать трофеи с противников да 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 было не очень приятно но что поделать хорошо тогда тогда не было никаких таких так сказать хрупких предметов в рюкзаке потому что рюкзак тоже проехался об все эти ступеньки да а то я бы себе такого не простил поделись парой сантиметров парой сантиметров парой сантиметров я не буду додумывать или а я понял к чему это да средний человеческий рост у меня вот 198 сантиметров средний человеческий рост 198 сантиметров мир полон так сказать сверхлюдей потому что ранее средний рост был ну средневековье по крайней мере ну 180 190 это было ну ты вообще велика сейчас люди по 2 метра есть и ходят себе спокойно ну правда не особо удобно в некоторых например общественном транспорте опять же и всяких других социальных моментов да а у стримера сколько сантиметров рост эх эх да стример немножко низковат но но я могу сказать что для своего так сказать роста мой вес 65 килограмм который не меняется уже как 4 года в 176 сантиметров является оптимальным да все так 176 6 сантиметров я такого не стесняюсь я такой какой есть красивый молодой завидный жених крутой был у меня знакомый высокий был да и есть общаюсь с ним в Москве неудобно неудобно быть высоким так что я своим ростом в принципе доволен не секретов такие какие тут секреты в принципе общедоступная информация такая меня ж по росту не вычислят да ребят надеюсь среди нас таких хакеров пробивающих по каналу размеру ступни точнее росту и цвету волос нету так я как-то на байке ехал пишет инквизитор и в поворот не вошел так ногой по асфальту проехал около 20 метров содрал себе всю кожу да да вот это конечно жестко какой был ребилитационный период у данной аварии потому что заживление кожи это как минимум две недели обрастание так сказать первыми слоями всего нового первой хрупкой так сказать эпидермы живет в малонаселенном городе на болоте рост 176 сантиметров собираем инфу дальше вот вот следят следят за бедным стримером так еще и имя мое один из нас тут присутствующих знает и надеюсь не скажет пока да да с чего а это чего такое было меня снайпер что ли снайпер убил в полете Какой-то такой мем был. Верный волк, прими мою кровь и живи. До сих пор идёт. Стример в свои молодые 20 выше меня. Ну, что сказать. Я не самого высокого роста. Это факт. Да, так, воскрешение. Кровь божественного наследника даёт возможность восстать из мёртвых, используя способность... Она, так сказать, восстанавливается один раз у идола. Также у нас есть накапливаемая вторая воскрешалка при убийстве врагов. Вам на голову ведро не роняли ещё. А ведро, наполненное чем-то или пустое ведро? И, во-первых, какое? Железное или пластиковое? Если железное, то соболезную. Если пластиковое, то... То бывает, да. Да, да, скорейшего выздоровления, инквизитор. Как я понял, до сих пор у тебя эта травма присутствует. Так, ладно, давайте дальше. Я что-то потупил опять чуть-чуть. Быстрый доступ. У нас есть хилочка. Мы её юзаем. Восстанавливаем где-то четверть хп. Раз. Вообще, пока вот смертельные удары не особо актуальны. Кроме быстрого убийства. Дальше у нас появится навык, который позволит нам хиляться за счёт этого. Вот тогда можно будет, так сказать, карты зачищать. А пока это просто такой, так сказать, смертельный приём, позволяющий быстро избавиться от противника. Да. Да. Металлическая. Товарищ по работе с окна должен был мне в руки кинуть. С окна кинуть тебе в руки, но он был слепошарый и попал тебе в голову. Ну, история отдаёт таким, так сказать... Как это называется? Опять у меня чуть-чуть небольшого недосыпа слова путаются. Да. Звучит, конечно, да, так себе. Но вот я честно-честно работал в клининговой компании полгода. А сам я, опять же, один секретик о стримере, который никто никому не разглашает, потому что стример очень, так сказать, боится высоты. И мне приходилось работать довольно-таки высоко на всяких различных лесах, кто знает, что это такое, собираемые конструкции, как лего. Которые, которые иногда, иногда заказчики любят экономить на них точнее. И они выглядят очень-очень-очень иногда смешно. И на этом даже не хочется стоять. Вот. И как-то был случай, да, я, так сказать, на одних таких лесах стоял себе там спокойненько. Занимался своими клининговыми делами. Кроу, нам надо найти ведро, чтобы ты ловил. Спасибо. И вот, короче, там периодически, периодически у нас есть два ведра. Одно ведро у нас с моющим средством и одно ведро, так сказать, чистой воды. И периодически каждый из ведер надо менять. Ну, и ладно, меняли. И, ну, только нам попался такой, так сказать, нулевой пациент из этих лесов, что он очень неустойчиво стоял. Да. И, короче, он наклонился. Ведро у меня из рук выпало. Пластиковое. Где-то литров на 15. Ну, типа, литров на 20 оно само. А набирали где-то, ну, 10-15. Вот. И оно, короче, упало. И хорошо на челунь... Ну, вот с молодым человеком я, так сказать, был в паре. И хорошо оно не попало, так сказать, ему в голову. И вообще в какую-либо часть тела. Потому что это было бы... Ну, потому что леса, как бы, они были на этаже где-то втором-третьем построены. Ну, между вторым и третьим, да. И вот было бы вообще не смешно, да. Чисто 20-15 килограмм Тивен упадет. Это было бы жёстко. А говорили, что модер... Кто такое говорил? Я говорил, что модер молодец. Что модер хороший, трудящийся человек. Когда ему, так сказать, оформляем 100 очков рейтинга и кошку жену с банкой риса. Ни этого, ни приготовленного. А так, модеру, лишь бы дай мне, так сказать, шею свернуть. Да, повеселиться после этого. Да. Ну, шею, конечно, я прям загнул, но... Повеселиться модеру, да. Очень бы хотелось. Так, тут отдыхать мы пока не будем. Не захватиться. Да, а так, интересных историй было много ещё с этой клининговой компанией. Вот, например, мой первый приход в неё. Ну, я честно-честно предполагал, что придётся работать с какими-нибудь высотными зданиями. Но я не предполагал, что первая моя, так сказать, работа будет сразу как и тренировкой, так и сразу работой. Мы ставили там леса у одного молодёжного центра, а там, как можете предположить, окна очень высокие. Ну, где-то, да, два этажа. И их не очень особо мыть. И мы где-то их мыли с одним молодым парнем летом в жару 30-ти градусную. Ну, где-то, ну, три дня где-то их мыли. И потом ещё внутри. Это было вообще жутко и очень, так сказать, неудобно и непривычно. Ну, вот, не попал я, да. У меня как-то коллега на работе. Ящик картофана на ногу уронил. Визгу-то было. Да, да. Есть такие неприятные... Ну, вот, вот что он не цепляется. Эх, ну ладно. Тут, в принципе, нам вот этого мужичка элитку победить надо, так сказать. Оформить ему тактическое послабление в районе своего сердца. Так, дрожжи заберём, конечно же. Тут у нас всякие различные штучки. Вот, он не прыгает. Вот, честно, не прыгает. Конечно, можно было бы его и, так сказать, первой скрытной смертью убить. Но давайте обойдёмся чистым боем. Да, опасные атаки, неблокируемые. Каждый такой тип атаки требует определённой реакции. Л1 в последний момент во время вражеской атаки выпада отразит. Крестик в последний момент во время вражеской атаки по дуге перепрыгнуть. Во время вражеской атаки с захватом, прыжком или рывком увеличить дистанцию. Или уклониться отходом вновь. Первое боевое крещение, да? Первый элитный босс. Пока стример читает чатик, навыки игры... Навыки игры делятся на два. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, два, так сказать, глаза. Один в монитор, другой в чатик. Ну, а я всё. Хорошей игры и стрима. Спасибо, Лот. Спасибо. Хорошего тебе вечера. Заходи обязательно. У нас, так сказать, ещё запись останется. Может, если будет интересно посмотреть, как мы страдаем. Да. Приходи ещё обязательно. Это у нас, получается, было ударом по земле. Ага. И вот так и быстрее моих. Это мы запомним. А в смысле? В смысле я отпрыгнул? Вы это видели? Это вы видели. И это смерть. Да. Это смерть. Это смерть. Я отпрыгнул. Он просто тупо до меня, так сказать, в воздухе долетел. Ну, игра характерна своими, так сказать, немножечко кривоватыми, кривоватыми модельками. Ну, не модельками, а, как это назвать, правильнее будет. Ну, типа да, типа моделек, что-то подобное. Секира, игра не проотпрыгнул и у ворота, или у ворота. Ну, иногда они, иногда они необходимы. Вот, вот у нас 44 денюжки, и мы за каждый поход теряем где-то, ну, половину. А это мне очень и очень не нравится. Вот тут где-то должен быть у нас торговец, которому мы все должны сбагрить. Давайте до торговца, вот он, вот тут рядышком есть. Мы до него сейчас дойдем. Сбагрим ему все денежащи. И будем спокойно себе лупить этого, так сказать, нехорошего элита. Элиточку. Да. Раз. Еще леденец, гатина какого-то забрали себе. Да. Секреток тут, опять же, много различных. Где можно подцепиться, ухватиться, хуком зацепить. Ну, вы поняли, короче, да. И надо все чекать. Уф, люблю я, конечно, люблю я боль и страдания, когда не отнять подношения. Именно так я продаю предметы, которые преподносятся мертвым, чтобы они покоились с миром. Давайте же купите подношения. Давайте купим. Можем купить только порошок противоядия, почему бы и нет. Продавать мы ничего не будем, да. Кто бы вас, куда бы вас не занесла судьба, не забывайте взять с собой подношения. Да, хорошо. Тут, опять же, можно заняться гринтом противников, чтобы подкопить деньжище. На этом мы заниматься будем чуть позже. Сейчас у нас элиточка. А у нас, получается, доналка 107, да? Вот такие атаки надо в прыжке на него напрыгивать, чтобы максимально концентрацию снижать. Вот. Вот. Вот надо было на него напрыгнуть вот так. Но я, опять же, решил засейвиться. Не даем ему продохнуть. Или он нам не даст продохнуть. Это как посмотреть, с какой стороны. Раз смерть есть. Так, сбили ему атаку. Это хорошо. Надо прессинговать. Прессинг, прессинг я не особо люблю. Я не особо, не особо улавливаю тайминги в обычных, так сказать. Их иногда так. Ну вот как так? Вот я шпарировал. Давайте воскреснем, это никак нам не повредит. Я очень иногда сильно тороплюсь. Это нехорошо. Торопиться плохо. Но опять же, если не торопимся, у нас слетает полоска концентрации. Нет, 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 нет. Ёп-по-по-по-по-по-по-по. Поздравляю, первая элитка пройдена. Одна смерть. Первая элитка, одна смерть. Бусина чё так? Бусина, точнее. Ещё четыре такие соберём и максимальные запасы и концентрацию поднимем. Семечка тыквы. Теперь у нас есть два, так сказать, будет точнее восстанавливание здоровья. ХП регена, точнее. Ещё раз. 134 опыта нам выдали. И сколько по деньгам? 33 монеты. Но в принципе неплохо. Давайте, значит, засейвимся. Засейвимся, да. Собаки. Нет, нет, собаки не надо. Собаки не надо. Собаки тут дикие. Это я вот с самых первых моментов понял. Набрасываются на всё, что возможно. Переместимся. Активируем. Получается в разрушенном храме второе... Второе это семечко. Вот и познакомимся с ещё одним интересным персонажем. Так сказать, придворной... Не помню, вот сейчас она скажет. Либо врачевательницей, либо няней. Да, вы правда вернулись из мёртвых? Сила крови дракона. Не думала я, что увижу её собственными глазами. Кто ты? Меня зовут Эмма. Я целитель. Служу одному господину. Да, это получается врачеватель. Какому господину? Простите. Но ради его безопасности я не могу разглашать его имя. Сам господин, однако же, приказал... Помогать вам любыми средствами. Я не жду, что вы доверитесь мне. Но я должна выполнить приказание господина. Сколько слов... Слово господин присутствует в этом диалоге. Ваша фляга с лекарством. Создала её я. Это молодец, конечно. Я лекарь, и буду вас лечить. Спасибо. Спасибо. Давайте покажем. Так, да. Ты сделал эту флягу? Да, она предназначена господину Куро. Но он, похоже, отдал её вам. Вы, несомненно, заметили. Но всё же, лекарство в этой фляге появляется само собой. Даже когда вы выпили её до дна, запас вскоре восстанавливается. Да, можно ли её как-то улучшить? Принесите мне семена тыквы. Семена тыква? Да. Лекарство выделяется из семян тыквы. А если добавить семена, лекарство будет выделяться больше. Это хорошо. Да, мы уже семена нашли. Сейчас мы их тебе отдадим. Ты нам сделаешь улучшение одной фляжечки. И будем хилиться, так сказать, на одно полное здоровье. Давайте его сюда. Да. Поместите семечко во флягу. Отлично. Теперь лекарство вашей фляги будет выделяться побольше. А сами мы не могли, типа, семечко закинуть, да? Теперь два лекарства. Какое странное лекарство. Вы находите? Впрочем, вам виднее. Ну-ну. То, что мы возрождаемся, так вообще нормально. Главное, чтобы оно помогало. А странное или нет? Так меня учил мой наставник Доген. Доген? Понятно. Если найдете еще семена тыквы, пожалуйста, несите их мне. Я тогда постараюсь сделать так, чтобы лекарство выделялось еще больше. Спасибо. Да, пока. Так, так. Давайте поговорим. Посмотреть. Ты видишь того Бузу с добрым лицом? Это не мой. Вот честно, плохо видно. Его вырезал настоящий скульптор. Возможно, он поможет тому, кто противится своей натуре. Тому, кого гложет изнутри. Да-да, что гложет противиться своей натуре. Угу. Гневу, печали или, может, памяти о давно ушедших днях. Такими чувствами... Таким чувством... А что-то я проморгал. Ладно. Что, диалогов у тебя будет еще каких-нибудь? Вот, я нашел еще один. А, у нас же, получается, есть инструмент для нашего, так сказать, инструмента Синоби. Я уже сравнил твой протез с клыком. Устанавливаемый в протез разные инструменты, ты сможешь менять вид своего оружия. Ага. Ага. Крошить щиты. Убивать быстрых врагов издалека. Чем больше устройств, тем больше способов разить врагов. Ага. Если нужно кого-нибудь убить, всегда можно подыскать оптимальный способ. Только и всего. По-кайфу. Ворчаливо. Чем больше я говорю о кровопролитии, тем более демоническими получаются мои скульптуры. Можешь, если заметить, то они, да, довольно-таки устрашающие. Давай сюда. Я установлю это на протез. Показать. Установить. У нас теперь есть встроенные сюрикены. Да. Встроить. Используется при помощи R2. Ну, неплохо, неплохо. Так сказать. Можем теперь и дальнобойными налоками чуть-чуть пострелять. Но опять же, это требует особо, так сказать, единицы валюты. Ну, не валюты, а единицы инструмента. Смотри, не балуйся с ним. Инструмент в протезе. Так, их можно выбирать во снаряжении, да. Также можно выбрать несколько, точнее поставить несколько. Спасибо, спасибо, все понятно. Да, вот это поставим сейчас. И у нас есть две единички, так сказать, эмблем духа, при помощи которых мы можем, так сказать, использовать способности данного протеза. Когда-то, я помню, я так много нагриндил, что у меня было целых там штук 200, или сколько их максимально там, этих штук, что я просто тупо их не успевал использовать. Они с врагов чаще падали. Вот, как-то так. У нас сейчас два воскрешения. Кстати, есть вот снизу, в левом углу помечается, что у нас одно, так сказать, воскрешение является как бы от нашего идола-резчика, а второе из-за того, что мы поубивали врагов без смерти и довольно-таки много. Резчик в разрушенном храме работает с инструментами для протеза Синоби. Он поможет вам устанавливать, да-да. Если найдете новый, приносите ему. Хорошо. Да, вот эту элитку, получается, вы разнесли. И все. И его больше не будет. Там, я вроде не вижу там никаких более, так сказать, крутых. Ну, ты что ж. А зацепиться не хочешь за что-нибудь? Ладно, хорошо. Давайте тогда еще тут поищем. Может, что-нибудь интересное найдем. Так сказать, кто ищет, тот всегда найдет, как гласила одна хорошая истина. Так, на горы тут не забраться. Мы можем по стелсу попробовать пробраться от этой вышки. Тут может какой-нибудь предмет валяться. Нет, вроде ничего нету. Давайте тогда на ушечку еще залезем, посмотрим. Раз. Получается, у нас есть легкие противники. Да, вот. Обычные приспешники. Так. Дальнобойных юнитов я вижу вон на крыше. Точнее, в здании. Также, кого можно еще заметить... А пока я никого больше и не вижу. Но там еще отряд был, как помню. Так что расслабляться не стоит. О, давайте подслушаем. Этот бой. Как думаешь, мы сможем победить? Боюсь, мы проиграем. Что? Ничего подобного? Хоть господин Иссин и болен, но все равно силен. А господин Генитира лучший из лучников. И все конечно. У нас есть демон Гёбу. А, Гёбу. Ну, конечно. Да. Гёбу, это хорошо. Хорошо. Да, пока он с нами. Нам никому не удастся взять штурмом ворота замка Исс-Ассима. Ассима, точнее. Ударение, скорее всего, на последний слог будет. Правильно. Я чуть-чуть не понял, а почему тут не сработало... Ай, не сработало, так сказать, скрытое убийство. Да, уже по нам лучник настреливает. Да, да, и похилиться не дадут. Да, да, идите лесом, пожалуйста. Не-не-не, все, спасибо, спасибо, спасибо. Раз, два. От, так сказать, этого, так сказать, дальнего боя стрелка надо избавляться в первую очередь, потому что они обычно несут больше всего потерь. Так, похилились чуть-чуть. Они еще тут камнями вздумали кидаться. И блокировать еще вздумали. Тут более усовершенствованные версии приспешников, как можете заметить. Они даже начинают думать, блокировать. Но это не особо им помогает. Ну, как, впрочем, и нам иногда. Да. По 33 монетки падает, вообще неплохо. Так, давайте тут поищем нычечки. Шар богатства. При использовании он временно будет получать больше денег. Хорошо, хорошо. Вот тут еще интересный дядечка появился у нас. Не-не-не, я в том бы сражаться, ну, не особо хочу, честно. Ты у нас жирный, непробиваемый. Чисто ультуют. Не-не-не. Ну, вообще, вообще тупо получилось, да. Тупенько. Давайте воскресаем. И добиваем его. Так сказать, одно воскрешение мы использовали. Так, что тут еще интересного. Ну, вот прыжочки, прыжачки. Так, тут у нас все тупик. Тут где-то, по-моему, где-то был, типа, быстрый проход. Ага, тут тоже все такое хорошее. Еще один пушкай. Давайте обойдем его с другой стороны. И где он? Он вон снизу, да? Ну, убили. Это хорошо. Так, так, так. А вообще так, читать диалоги нормально? Или хотите озвучку обычную послушать? Эту, так сказать, азиатскую? Стоит ли вообще читать? Вот это тут я начал вдруг с самого начала. А некоторые любят, так сказать, в свою осуществлять. Не, я понял, что озвучка не русская. Но кто-то может там субтитры сам хочет почитаться. И всякое такое. Так, 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 так. Понял, понял. Так, ну тут у нас есть... В игре есть небольшие доп. задания. Выполняя которые мы получаем... Доверяю ношучица стримеру. Вот инквизитор. Прям, прям за такое доверие на душе тепло становится. Спасибо большое. Ну, я стараюсь, стараюсь, ребята, читать с выражением. А я ленивый. Лучше послушаю. Слова модератора звучат лучше. Не бывает. Да. Так сказать, я пытаюсь читать с интонацией, с расстановкой, с толком с расстановкой. Так что... О, это ты, Иноске, сын мой. Ты видел молодого господина? Я не ваш сын. Давайте не будем огорчать бедную бабулю. Что тебе нечего сказать? Может, живот заболел? У тебя всегда был слабый живот. Интересная тема, кстати, азиатская, корейская и всякое тому подобное. Впрочем, ладно. У них обычно всякие, если расстройство в организме происходит, у них болит живот. Возьми этот колокольчик. И что он дает? Это талисман, который я сделал с мыслями о юном господине. Ага. Прошу, преподнеси его Будде от имени господина. Это, кстати, сюжетный предмет. Да. Спасибо, бабуль. Мы сына вашего найдем. Колокольчик господина Кура. Самого господина. Амулет-колокольчик от старой женщины. Она попросила принести его в дар Будде. Такие амулеты дают владельцам защиту Будды. Считается хорошим тоном, заполучив чужой амулет, предподнести его Будде от его имени. Опять, сколько слов об одном и том же человеке. Ой, извините. Как это делается, может рассказать и в разрушенном храме резчик. Так, что там в чате 7? В модере никто не сомневался. И правильно. Все так. Так, что у нас тут? Сокровища. Все верно? Все верно. Давайте вот этому красавчику лайкос поставим. Типа просматриваем. У нас оно появляется в просмотренных. Мы такие. Опа. Вас лавим. И он молодичек. Ой, петуш этот, индючера. Два индючера. А они могут меня, кстати, забить сейчас. Вот самое прикольное, что во время смертельной атаки ты как бы становишься неуязвимен. Вот это плюс, конечно, этой штуки. Сокровища. Большая ценность. Да, да. Так сказать, сейчас полутаемся, ребят. Легкий кошелек. Раз, два. И три. Три легкий кошелечек. У, так сказать, торговца можно будет их всех потратить. У нас ещё остаётся, получается, одно воскрешение, которое даст нам половину здоровья. Это хорошо. Это хорошо. Потому что, ну, как бы, запасы, запасать их некуда. Смысл вообще. Они тратятся по КД. Да. И очень быстро. Ну, вроде мы тут всё зачистили. Даже и не помню, где-то здесь можно найти её сына. Или чуть дальше, или где-то здесь. Около этой бабули. Торговец с подношениями. Это над, говоришь. Йоп-по-по. А я забыл про данного чувака. Да. У нас тут есть бомбандиры. Отдельная категория чувачков, которые делают бабах. И от таких лучше, так сказать, заходить в спину. Да, в спину. Всё, верно. Давайте тогда сейчас уедовали резчика. Восстановим себе ХП и одно воскрешение. Получается, сдадим все наши накопленные бабосики торговцу. Да. И, получается, пойдём замесим этого мужика с бомбардой. Бомбардой, вроде. Как-то так называлось. Оружие такое. Так, отдохнуть. Вот, хорошо. Так, вот тут мы упадём. Тут мы проскочим. Тут ещё раз упадём. И приземляемся. Тут, получается, будет обходной путь. Да, вот. Вот бомбардир, вон он стоит. Вот тот, что нас сагрил. Точнее, увидел. Ну, сначала, значит, разберёмся с тем, у которого пушка. И начнём потихонечку выкашивать остальных. Страшновато выглядит этот чел. У него какая-то масочка из тряпочек. Так, чёрный порох – это чёрное вещество, основной ингредиент пороха. Используется в алхимических улучшениях протеза. В том числе и связанных со взрывами и оккультными техниками. Даже самому простому типу пороха можно найти массу применений. И это хорошо. Так, у нас тут, получается, внутренний дворик. С закрытыми воротами. Ага. Так и запишем. Не всегда у меня что-то получается совершать эти, так сказать, наскоки с поверхности. Надо очень чёртенько прицелиться. Да ёппп. Опять же, я люблю такие, так сказать. Максимально быстрый бой. Связанный со смертью противника, не моей. Да. Давайте ещё этому мужичку тут отомстим. Он где-то здесь был. А, или он подошёл. А, подошёл, получается, да? Хорошо. Получается, тут ещё один есть обходной путь. Вот с этой стороны, если смотреть. Допрыгнули. Всё хорошо. Вот так вот, и вниз. Шар трофеев увеличивает шанс выпадения всяких трофеев крутых. Ещё один. Железо. Тоже улучшение для протеза, соответственно. Так, там у нас ничего нету. Давайте и здесь пройдёмся. Пустовато, пустовато. Допрыгнем? Допрыгнем. Ух, я думал, мы всё, падаем. А нет, оказалась ложная тревога. Так, так, так. У нас получается до туда не допрыгнуть. Да, не допрыгнуть. Или допрыгнуть. С прыжка вот так вот. Всё нормально? Всё хорошо получилось. Там я никаких трофеев не вижу. Тут у нас никаких, так сказать, явных проходов нет. Вот тут можно пройти только наверх. И мы как раз выходим к этому идолу. Ну ты цепляться-то будешь? Будет. Давайте заспаунимся. Да. 197 монет. В принципе, капитал даже себе неплохой. Можно немножечко, так сказать, полупендриваться. Мы так во внутреннем дворике и не побегали. И не посмотрели, что тут есть. Ну кроме вот этого челика страшного. С него должна упасть опять порох, да. Нет, с него упал порошок противоядия получается. Ну тоже хорошо. 30 монет стоит как-никак. И тоже конечный ресурс. Дороже. Да. Давайте тут проверим. Тут, получается, можно было бы сразу упасть и, так сказать, добраться до этого постамента, что оставил резчик. И всё. И все, получается, достопримечательности мы посмотрели. Сына той старушки я не нашёл. Он где-то, наверное, в кустах лежит. Ну, дай бог с ним. 12 лайков слабовато. У меня числится только 9. Да, дорогие друзья. Так сказать, кто смотрит трансляцию, кто запись. Ставим, так сказать, лайки, если нравится. Это, так сказать, основной аргумент того, что контент аудитории заходит. И можно с чистой совестью и с трепетом сжимать свои булочки и продолжать. Так сказать, чувствовать всё на живую. А у нас там до уровня сколько ещё? А, у нас уровень уже есть. Получается, сейчас до идола дойдём и свой первый навык вкачаем. Да. Первый навык. Так, так. Ну, тут у нас никаких секреток нету. Есть эмблема духа. Надо, так сказать, общим костром, бедняк. Так, тут у нас будет видение. Да, видение. Давайте посмотрим. Этот человек был из Хирата. Я должен почтить его имя. Господин... Господин... Госпожа Эма. А где другие вышедшие из Хирата? Нас осталось очень мало. Да-да. Понятно. Мне жаль. Нет конца людским попыткам обрести всё, что можно. Эти люди погибли из-за тех самых нехороших людей. Да, да. Так, тут у нас... Посмотрели видение господина Кура с госпожой Эммой, где нам рассказали о, так сказать, жертвах Хирата. Людей Хирата. Так. Я вас знаю. А-а-а. Вы же тот господин Синоби. Я вас не видел с той самой ночи, которой мы не помним. В той ночи? Что? Не упомните? Нет. О-о-о-о. Ясно. Вы не помните. Хм. Господин, послушайте. Мы ведь с вами раньше-то того и встречались уже. Я тогда был ворон. Но те дни, теперь в прошлом. Теперь-ча я честный торговец. Беда только в том, что никто не покупает. Потому... А, потому что и продавать некому и нечего. Добрый господин, не дожите несколько монет, чтобы торговлю наладить. А я для вас полезную процессу. Вот, увидите. А еще вдобавок, я расскажу вам о той самой ночи. Что скажете? Хорошая же сделка. Ну, в принципе, деньги, они не особо как бы важны с 10 сен. Вообще. Мы с одного, так сказать, кила получаем где-то 30. Так что, давайте, конечно. Вот тебе немного. Хриплый смех. Спасибо. Добрый господин. Теперь рассказывай. Да-да, конечно. Той ночью мы с парнями вломились в поместье Хирата. Да. Вы, конечно, знаете, что семья Хирата из клана Асина. В обычное то время ворочек вроде нас, они бы по полу размазали. Но так уж вышло, что мы туда вломились аккурат во время битвы. Почти никого из молодых самураев дома не было. Отличная вышла возможность. Мы, ну, пустили им красного петуха и все, подчистую забрали. Тогда-то и увидел вас. Угу. Вы там какой... Кое-чего искали. То, ебишь. Так оно мне показалось. Вот и все, что я знаю о той ночи. Да? Да. Ясно? Да. У вас сейчас такой же вид, какой был на вашем лице в ту ночь. Вы по-прежнему что-то ищите? Да, слушайте. Добрый господин. За хорошую цену я мог бы рассказать еще кое-чего интересное. Но не за бесплату. Я торговец, сами понимаете. Ага. Ну, давайте. Уплачено 20 цен. Я заплачу за информацию. Большое спасибо за помощь. Хм, а раз вы Синоби, я расскажу вам кое-что об инструментах Синоби. Что ж, видал я эту трубку, которая значит огнем плюется. Когда мы вломились по месте Хирата, мой дружок стащил такую трубку. Изображает звук. Бу. Бу. Вот так она огнем плюется. Да? Заметка про огненный ствол. Потертая записка от Анаямы. Кажется, ее написали несколько лет назад. Ценная информация номер 36. Вломившись по месте Хирата, мы нашли оружие, что плюется огнем. Парни зажгли им огромный костер, у которого веселились и пили. Видимо, это оружие Синоби. В поместье Хирата есть трубка, стреляющая огнем. Это я... Я это учту. Да? Хорошо. А сейчас у нас получается тут еще один мини-босик, дорогие друзья. Как можете... Ну, вот отсюда, наверное, не видно вам. Ай. Вот отсюда вот явно будет видно, что вот там вот сидит заключенный большой Йети. Злой, противный, живучий, очень далеко бьющий своими атаками Йети. Без этой трубки, ну, по крайней мере, ранее, мне было тяжело его убить. Ну, то есть по одной-две тычки, пока он там в сериях своих атак атакует. Даже слышно, как он кричит. Давайте подслушаем этот разговор. Не по душе мне, что этого страхолюдину привязали рядом с нами. Неохота мне лишиться руки еще до начала боя. На худой кадец всегда можно прибегнуть к огню. Красноглазый черт... Ой. Так, сейчас все слышно должно быть. Красноглазый черт боится огня. Да, все так. Тут чуть-чуть наушник отъехал. Все вроде поправил, должно быть хорошо. Все вроде должно быть хорошо слышно, да? Так, ну, получается, этих мы раскатаем. А в качаре сейчас уровень. Потому что, а почему бы и нет? Вот и все. Вот и все. Подходить к нему я не буду. Он сразу агрится. Так сказать, оказывает знаки уважения столь значимой особи, как мы. Да. И у нас есть колокольчик, с которым можно, так сказать, у резчика обратиться к Будде. И мы это сейчас обязательно сделаем. Только тут надо посмотреть, вдруг еще какие-нибудь секреточки остались. Па-па-па. Ну, я, честно говоря, не вижу. Туда подходить не будем. Вот где-нибудь между стеной тут может что-нибудь еще лежать. Но пусто. Так, давайте, значит, вкачаем навык. Тут ничего интересного не покажут. Так. Сюда раз. Прыжочком. И вот. Да. Прыжочком не получилось. И вот сюда по стеночке. Оп. Так ты что, не цепляешься? Вот, не первый раз замечаю. Либо надо не нажимать, а удерживать. Ну, скорее всего, так и надо, да. А я что-то туплю. У меня хорошо слышно? Плюсик в чатик поставьте, а то... А то непонятненько. Плюсик, плюсик. Плюсик. Понял. Хорошо. Спасибо. Так, значит, давайте улучшим. Выносливость нету у нас в такой штуке. А где наша возможность качать навыки? Я не понял. Мы можем покупать эмблемы. Это хорошо. Но мы пока не можем... Качаться. Это плохо. Давайте, значит, тогда дойдем до нашего скупщика всяких подношений. Сдадим ему денежки наши. Купим какую-нибудь приколюху наподобие драже. Чтобы, так сказать, не было скучно и больно. Так, желаем, конечно. Кошельки. Кошельки это топчик. Они как бы... Всегда могут выручить. Также порошок противоядия. Но во второй локации я не помню. Там будет в основном огненный урон. Ну, то есть... От яда я не помню. Не помню, будет ли там что-то. Не помню. Может, конечно, босс там какой-нибудь будет. Условный, который ядом нам сносить начнет что-нибудь. Но это мы в будущем, думаю, и купим тогда. А так драже. Оптимальный вариант. Хорошо. Так, сейчас мы, получается, идем к рейщику. С потраченными всеми деньгами, чтобы не жалко было. Ну, здоровый индюк. Опа. И вот мы, так сказать, у нашего идола. Семь запасе у нас этого духа. Давайте тогда переместимся. Важные места. Разрушенный храм. Все факт, все факт. Туда нам. Так, появились, значит, здесь. А семечек у нас больше нету. Соответственно, хилочек мы разработать больше не можем. У нас есть улучшалки условные. Теперь ты больше синобишь, чем прежде. Хоть может и ненамного. Ну да. Тайное учение для стиля синоби. Вот нам и дали первые, так сказать, шажочки к своим, так сказать, навыкам. Книга, в которой описаны боевые техники синоби, дает возможность изучать боевые навыки из раздела «Стиль синоби». Так, ну все понятно. Да, да, все, спасибо. Что это? Техники синоби? Тут описаны техники боя, недоступные самураям. Хочешь, пользуйся ими. Хочешь, нет, дело твое. Не только у синоби есть своя техника боя. Конечно. Давайте тогда, владея книгой с тайными учениями боевой стиля, вы можете как бы изучить что-нибудь в данном стиле. За каждого врага дают опыт, этот опыт как бы эскалируется в общей шкале. Но при смерти он как бы в половину или там какую-то часть забирает у нас его. Давайте посмотрим, что мы можем улучшить. Например, тихий шаг. Вот вообще бомба-пушка. Можно будет за спину заходить, даже не приседая. Изучение навыков. Изучая навыки, можно потратить эти самые очки. Есть три типа навыков. Боевые искусства, умения синоби и пассивные навыки. Боевые искусства нужно выбирать в меню снаряжения, а умения синоби и пассивные навыки начинают действовать сразу же, как только вы их изучили. Понятно. У нас что есть? Атака-вихрь. Атака дает боевое искусство, позволяющее атаковать во вращении сразу нескольких врагов одновременно мощным рассекающим ударом в сочетании с силой вращения поражает более одного противника и наносит урон, даже если тебе поставили блок. Ага. Позволяет пробить блок. Позволяет пробить себе путь. L1-R1. Ага. Это у нас получается контак... Конт-атака Микари, Микири. Дает навык. Конт-атака Микири. Это умение позволяет защититься от атаки выпадом и сильно снизить концентрацию противника, прижав оружие противника к землеси ногой. Отреагировать, да, на молниеносный выпад. Ну, давайте, значит, изучим. Смысла не хватает. А, нужно два. Давайте копить. Данный навык нам просто в будущем, так сказать, облегчит жизнь сильно и позволит совершать нехорошие действия над противниками с определенным видом вооружением. Так. Помолиться. Помолимся. Помолимся. Познай, дзенка, говорят. Звон проникает в твои мысли и пробудет ото сна былые воспоминания. А мы, дамы и господа, так сказать, переходим ко второму акту данного события. Три года назад. Захват, так сказать, поместья. Сразу лутецкий дрожжишку. Давайте его поставим, значит, на быстрый слот, чтобы, если что, быстро иметь под рукой, так сказать, помедитируем, чтобы у нас засчитался спавн нашего прекрасного этого, как это, идола-резчика. И идем дальше, да. Кстати, прикольная моделька такая. Синий огонь, означающий что-то наподобие света... Света души или что-то подобное, даже не знаю. Просто такие ассоциации. Поместье Херата. Да. Пожарища, бандиты и какие-то еще неизвестные противники, которые пытаются совершить акт чего-то возмутительного. Тут мы должны проскочить по веточкам. Ну, давайте. Так сказать, летать уже не боимся. Ну, честно, не вижу никаких секретов. Ну, я, конечно, может, невнимателен. Это тоже может... Нельзя, так сказать, списывать со счетов. Говорить. Тонет. Ты сын филина. Ну, соответственно, три года вычти просто. Какой-то странный вопрос, какой год. Давайте спросим, что случилось. Воры, в поместье Херата. Поспеши, божественный наследник. Ну, давайте год спросим, раз это так сказать можно. Какой год? Год. Что за странный вопрос? Скажи. Сейчас год паломничества к драконьему источнику. И умирает. Паломничество к драконьему источнику. Это было три года назад. Что за... Резчик упомянул старые воспоминания. Я ничего из этого не помню. Но, кажется, это было в прошлом. Да, дорогие друзья. Поздравляю вас. Мы смогли попутешествовать в прошлое. Так сказать, познать свои воспоминания своими прекрасными отрезанными на настоящий момент ручками. Тут что-то интересное показывают. Давайте посмотрим. Нет, чел, пошел на мост. Ну, понятно. Давайте я вот тут видел тоже какое-то сообщение. Может, что-то... Что-то есть, может. 32 каких-то либо похвалы, либо наоборот. Не очень хороших отзывов. Но тут, честно, отпрыгать от стен и хвататься не за чего. Так что, пошлите дальше. Интересный момент. А наш персонаж же плавать умеет? А то было бы странно. Синоби, с обладающей феноменальными физическими способностями, не умеющий плавать. Это было бы странно. Порошок огнестойкости. Полезная штука. Давайте поставим. Ну, тут ничего нету. Тут у нас спуск вниз. Для чего? А, проверим, может ли он плавать. Плавать мы можем. Это очень радует. Нырять нет. А как я не заметил данный предмет? Драгоценная чешуя. Яркая чешуйка драгоценного карпа. Для обычного человека это лишь красивая чешуя. Но, по слухам, есть поклонники некого совершенства, что ценят эти чешуйки чуть ли не выше всех ценностей мира. Лучше приберечь их на случай встречи с ними. Давайте тогда ставим. Так сказать, карман не тянет. У нас тут бесконечные запасы. Запасы. А, мы вот тут поднимемся и все. Перед этим, правда, вот тут еще обойдем. Нет тут ничего. О, есть карп. Я промазал по карпу. Что-то там про чешуйки нам говорили. Вот полезные. Соберем сейчас. Да, да, чешуйки с них падают. А плаваем мы, кстати, очень реактивно даже. Будем цепляться, нет? Противник вон идет, да? Получается, на дне мы тут ничего просмотреть не можем. Там мы все глянули, вроде чисто. Сейчас надо будет привыкать к новому сетам противников. Вот как так? Вот как так? Вот теперь противники умеют делать неблокируемые атаки. И к этому надо свыкнуть масло. Банка с маслом. Если, так сказать, после этого противника поджечь, увеличивает урон по нему. Окей, хорошо. Давайте хернемся тогда. Так, вот этот противник еще у нас остался. Не привлекай внимание. Вот против собачек очень хорошо действует. М, ну, уворот, забываю. Игра не про увороты. Да. Да, да. Все уже, так сказать, закончились. Давайте посмотрим еще с этой стороны. Вдруг что-нибудь интересное найдем. Нет, обычное, так сказать, побережье. Обойдем еще здесь тогда. И будем заходить, наверное, в эти все внутренние дворики. Ну, по одному их довольно-таки не сказать бы, что сложно разбирать. А вот когда их уже более двух, то да, вызывает небольшие трудности, вплоть до смерти. Вот там есть какой-то еще интересный лутик. До него сейчас доберемся. Да, у нас тут главные ворота. Вон я вижу идол резчика. Давайте тогда сохранимся, чтобы если умерли, далеко не отходить. Купим еще эмблем духа, потому что торговцы тут не привидятся в ближайшее время. Глиняный осколок. Круто. На тебе по спиняке. Да, иди, иди давай сюда. Да, хорошо. А вот там у нас ребятки сидят, значит, чилят, отдыхают. По 23 монеты. Ну, неплохо. Довольно-таки неплохо. Можно, наверное, забраться будет на эту вышку, посмотреть, что там есть. Или оглядеться с нее. Вот там, получается, два человека. А я вижу... Это мертвый вроде человек. Да. Во дворе тут есть определенное количество. Вон там костер жгут. Там говорили нам, так сказать, мужик подсказывал, что тоже есть. Есть, как бы, оружие, создающее огонь. Ладно, понятно. Но мы сначала пройдемся по округе. А кто тут остался? Карп, что ли? Ну, не видно, не видно. Можи. Вот еще чешуйка нам выпала, так сказать. Собираем коллекцию. Послушайте, а вы что? Вы не попадали... Вам не попадалась чешуя карпа? Е-мое, у него рука. Сияющая, блестящая чешуя драгоценного карпа. Пронеси ее мне, и я щедро вознагражу тебя. Купить предметы за эти чешуйки. Божественная трава. Тайное лекарство, полностью восстанавливающее запас жизни и снимающее все отрицательные статусы. В землях Асина есть одно очень древнее место. Говорят, что его почвы, камни и вода снискали внимание богов. Целитель Доген изучал местные растения и придумал рецепт этого особого лекарства. И иссушеная красная фляга есть. Иссушеная, так, красная фляга с лекарством. При отдыхе запас лекарства во фляге пополняется. Лекарство снижает скорость накопления статуса огонь и немного повышает сопротивляемость, но снимает статус полностью. А, но не снимает статус полностью. Также есть кусок маски правой стороны. Часть старой танцевальной маски. Маска, очевидно, была разломана на несколько частей. Этот кусок правая ее часть. И зачем? Непонятно. Парящая смерть. Подробное описание техники парящая смерть. Теперь вам открыто соответствующее боевое искусство. Парящая смерть серия плавных, подобных танцу атак, обрушивающих на врага вихр грациозных ударов. Формально это техника клана Асина, но из-за заморского происхождения считается еретической. Можно было бы, конечно, накопить на эту данную технику, посмотреть, потому что я не знаю, не покупал ее. Также меня вот довольно-таки неплохо заинтересовала и сушеная красная фляга. Да, она довольно-таки манит своими приколюхами. Да, конечно, дружище. Только зачем ты сидишь в этой чаше, непонятно. Легкий кошелек. Хорошо. Но пока не видно, что тут есть какой-либо еще карп. Ладно, погнали тогда в замок Асина. Там мы чуть-чуть разворошим их. Так сказать, веселое гнездышко. А то, видите, кутята они тут на разбитом поместье. Получается, можно будет обойти вон тех вот ребят по этой стороне. Вот здесь мы тогда соберем все приколюхи. Да. А там, видно, чел показывает, как разбираться с данными представителями. Опа, еще леденец. Круто. Но больше пока я не вижу никаких инычечек. Давайте, значит, пройдем и осуществим сие видение вживую. Вживую. И покажем им... ...где раки зимуют. Воу-воу-воу-воу. А че так точно стреляем? И бьем аналогично. Флягу с лекарством у меня все... Все выпито, все выпито, да. Давайте, значит, тут еще немного полутаем, посмотрим. А по опыту у нас что? Второй уровень. Можно поздравить. Сейчас можно даже будет приобрести навык неплохой. Так, ну, получается, мы обойдем их. Вот тут нам не пройти, тут двери закрыты, да. Давайте отдохнем. Изучим немножечко навыков. Контрат атака Микиры. Изучить. Изучено. Следующий у нас бег и скольжение. Дает навык, позволяющий переходить из приседа в рывок. Что? В присед. В присед из рывка. А-а-а... Понятно. А нижний этого, получается, скрыть присутствие. Дает пассивный навык, собственно, так и называющийся, позволяющий увеличить скрытность. Неплохо, неплохо. Да, восстановили мы, значит, всю нашу флягу. И будем потихонечку продвигаться. Ну, тут минимум трое противников я вижу. Леденец Ако. Значит, обойдем их сзади сейчас. Я видел там кого-то, да. Идет, идет один молодой человек. И еще одно дрожжа получили. Целых две штуки, точнее. Ну, вот, честно, тут остается только в рывке. Так. Новый, новый противник с топором. Ни чуть-чуть непонятны его мувсеты. Так, я подпрыгнул. Так, минус один. И минус второй. Все. Сразу от лучника тут избавились, как я понял. И больше проблем мы не видим. Да, неплохо, неплохо. Противников тут уйма просто. И если каждый раз так еще респаунить, то... Так довольно-таки затянется прохождение данной локации. А тут у нас пустынь. Пусто-пусто. Так. Костер. Вон там видно на крыше одного разведчика. Собаку видно. Это нехорошо. Так, минус собака. Вот почему он не среагировал. Вот сразу надо, так сказать, концентрироваться на противнике, чтобы... Лучшее... Лучшее... Ё-моё, собака. Лучшее попадание было, да. От лучника надо избавиться. Очень срочно. Так, а можно, пожалуйста, чуть-чуть прекратить? Ну что там, будем по одному-то выходить, нет? Все, они нас потеряли. Мы сейчас можем по-тихому разбить. Раз, противник. Вот у собака. Отбил атаку ему. Так сказать, неблокируемую. Без, так сказать, специальных таймингов. Порошок. Ай-яй, не в огонь. И огненный ствол. Довольно-таки неплохое орудие должно быть. Так, да. Осталось еще пару противников всего. Топористы какие-то вообще дикие ребята. Не привечают урон. Лишь бы поатаковать побольше. Пригоршня пепла. Ну что-то наподобие отвлекающего орудия. Так, драже. Все это нам надо, конечно же. Все это мы собираем. И, так сказать, храним у себя в мешочке. Эмблему духа даже немножечко пособирали. Оп-оп-оп. А я тебя и не заметил. Думаю, все. Раз ты не вышел, то... Значит, и последний остался там. В принципе, залутали мы тут все. Да. В следующий раз у резчика, наверное, будет стоить починить это орудие. И, так сказать, использовать его в прямом своем назначении. Против врагов. Против врагов. Да. Поговорить. Ох, бесполезные сволочи. Эй. Эй. А? Ты? Если я не ошибаюсь. Синоби. Синоби. Возьми топор, Синоби. Из храма. И раскрой им черепа. Такое. По смерти он нам дал свое. Так. У нас тут, получается, вот ворота эти. И мы их открыть можем, наверное. Леденец Гукана. Хорошо. Давайте откроем эти ворота. И у нас будет прямой путь. Без всяких этих противных. Огромных толк противников. А из противников подслушать разговор можно. Начальник. А можно потом и храм поджечь? Нет. Оставь. Идем дальше. Но если там есть подношения, мы могли бы отдать их господину дзюдо? Хватит. И Будда мы не воруем. Сколько раз мне это повторять? Прежде чем до тебя дойдет дубина. Начальник. Ну не сердись, пожалуйста. Я же не виноват, что ты глуповат. По факту. Ё-моё. Опять-ка про концентрацию надо. Не забывать. Обменялись посмертными ударами. Сразу скис объединяли. О, здравствуй. А можно, пожалуйста, полегче? И все. У нас осталось здоровья на полтыка. Так сказать, противники нас не жалеют. И мы с противников не жалеем. Ну, вроде все залутали. Вот тут как раз вот это вот небольшое пространство между стенками присутствует. О, а тут живые люди? Или что-то подобие? Ох... Прошу вас, старайтесь не шевелиться. Разберегите раны. Нет, я должен идти. Среди бандитов затесался охотник на Синобе. Очень опытный боец. Если я не сражусь с ним... Ах... Я вам запрещаю. Вы не в том состоянии, говорит девушка. Ну, раненым не особо хорошо. И можно будет как-то спокойно провести бой. Так. Вы... Вы Синобе, молодой господин? А, вы Синобе, молодого господина? Да. Славно. Уже ты ему подслужил. Как только все началось... Стой. Только не говори, что это ты их привел. Очень уж вовремя напали бандиты. В обычное время мы бы с ними без трула справились. Да, это точно ты. Эх, подозревают нас, что ты сдох, предатель. Жестоко-жестоко. Так, тут еще можно один разговор послушать. Давайте. Кто вы? Я не вор. Вы телохранитель юного господина? Ох, как замечательно. Почтенный Синобе, эти гнусные бандиты ищут молодого господина. Они уже забрались за холм и подожгли поместье. Молодому господину, кажется, некуда было бежать. Умоляю вас, Синобе, пожалуйста, спасите молодого господина. Пожалуйста. Вы должны этим заняться. И нам дали противоядие. Молюсь, чтобы он вам помог. Спасибо. Да, да, спасибо большое, так сказать. Любая помощь пригодится в совершении столь высокого и благородного деяния, как спасение своего господина. Да. А сюда мы не залезем, да, получается? Угу. Даёмая. Так, у нас... Ну что вот ты сваливаешься? Получается, у нас... Это, кстати, тот самый торговец-бандит, которого мы... Как сказать... Сейчас узнаем. Сколько ещё планируешь стримить? Так, а мы посмотрим, сколько времени. Ну вот, максимум-максимум. Где-то минут 20. Думаю, мы до следующего как раз нашего... Тотема этого резчика дойдём. И на сегодня можно будет заканчивать. Здравствуйте, господин. Вы тоже грабитель? Серьёзное молчание. Сдаётся мне, добрый господин, Васинобель. Вы тут что-то ищете? Как бы то ни было, это место я нашёл первым. Вы уж пошерстите это место, ладно. Да, кстати. Я когда шёл сюда, видел на вершине утёса трёхэтажную пагоду. Отлично. Почёно-красиво. Там-нибудь сокровище какое хранится? Наверняка. По крайней мере, я так думаю. Пагода. А пагода это у нас типа храма что-то подобное, да? Понятненько. Ну, обязательно зайдём, посмотрим. Да, да, да. Уже, считайте, два часа прошло. Прям мимолётно летит время. Вроде только начали. Прошли начальную локацию. Начали углубляться в сюжет. И уже, так сказать, пора закругляться. Да. Ну, обязательно, обязательно продолжим, так сказать. Заканчивать на этом мы не будем. Эй, открывай! Я знаю, там кто-то есть. Если не сдашься сейчас по-хорошему, потом пожалеешь. Эй, ты меня слышишь? Эй! Ну, я тебя слышу. Использовал, кстати, концентрацию и сразу получилось, так сказать, тихоубийство. Так же, ребят, не забываем подписываться на канал. Ставить лайки, комментировать. Это, всё так сказать, очень хорошо и приятно. И помогает в продвижении канала. Ну, и просто... Просто очень хорошо. На следующем стриме мы вернёмся к фильмаку или снова Секира. Или у нас неожиданное прохождение, продолжение Крайзис. А давайте так. Давайте так. Я сделаю... Я сделаю опрос. Ну, вот мне... Честно, честно, мне нравятся все игры. Я бы во все в них каждый стрим поиграл, вот по часику. Но, к сожалению, так не получается. Я сделаю опрос. И честно решиться, что в следующем мы будем проходить. А может и новая неожиданность от стримера? У неожиданностей ещё много всяких интересных. Но пока мы, я думаю, сделаем краеугольный, так сказать, этот самый... Треугольничек на этих трёх играх. Так сказать, пройдём их. Ну, или хотя бы попытаемся. Посмотрим, что из этого получится. Если там контент начнёт как-то, ну, поднаедать, или просто захочется разбавить каким-нибудь новым, так сказать, впечатлением... То, может, и начнём какую-нибудь новую игру. Так, давайте, значит, сколько вопросов, сколько загадок, никаких ответов. В принципе, в принципе, обычный мут по жизни. Вопросов много, никто на них ответы не даёт. Так сказать, сейчас отдохнём. Получается, следующий идол резчика у нас должен быть впереди. Мы до него дойдём, вырезая всё по пути своём. Ой, и, так сказать, закончим. Не люблю щитовиков. Вот эти вот, сволочи, вот не люблю их. Их только парировать. Потому как они, ну, типа, не пробиваются. Ну, конечно, можно... Ну, так тоже не работает. Ну, или после вот этой атаки к ним подбегать. Но их, опять же, двое. Помогла бы какая-нибудь пушка, которая их, это... Немного станет. Сейчас, ребят, у меня тут напряжённый бой с двумя обычными щитовиками. И надо бы закончить их. Ну, вот честно, чисто круголя наворачиваю. И вот, тупо вот так и будет продолжаться. Ладно, побежали у них. В игре про априори жаловаться. В игре про парирование жаловаться на парирование. Ну, могу, умею, практикую. Как же иначе? Я, например, в Dark Souls'е жаловался на уклонения. В Бот-Борне аналогично. Так что, тут стесняться нечего. Давайте жахнем бутылочку. И у нас тут будет один неприятный противник. С очень большим количеством, опять же, этих приспешников. Действительно, логично. Да-да, да-да. Всё так, дорогие друзья. Ты меня не видел, ты меня не видел. А меня видел лучник, а меня видел лучник. Ты меня не видел, ты меня не видел. Он меня увидел, всё плохо. Так, значит, мы сейчас побегаем. Сделаем кружочков, несколько штук. Так, сейчас у нас напряжённый моментик, чатик. Я чуть занят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Этого чела я знаю. Он у меня ни разу теплых чувств не вызывал. Наверное, раз пять помер на нём. Не стреляй, не смей. Всё, хватит. Раз. Всё, минус. Так. Нет-нет-нет. Не люблю я твои атаки. Они очень-очень склизкие. Склизкие и очень неприятные. Нет, да хорре. Хватит. Вот, вот что он творит. Я тупо не успеваю отойти от неё. Напряжённые? Так. А в Ведьмаке её? Так. А на Ведьмаке на что жаловаться будем? Там и блоки, и уклонения, и парирования. Так там и алхимия есть. Там и, так сказать, есть всякие различные зелья. Всё самое, так сказать, лучшее. Да, ну, в принципе, по чуть-чуть можно на всё. Всего пять раз, разве это соперник? Это я просто утрирую, чтобы не казаться слишком уже-то, что я его очень долго проходил. А на самом деле я, ну, честно, не помню, сколько его проходил. Ну, довольно-таки долго. Не любовь к копейщикам идёт с Цусимы? Подколка, подколка ниже колена. Прям в самый нерв. Да, да, да. Понятно. В Ведьмаке будем жаловаться на всё. Поливая отборной алхимией. Всё так. Давайте, значит, я Чилая за 20 минут не смогу победить. Вот честное слово. 20 минут мне на него не хватит. Давайте, значит, добьём второй уровень навыков. Или посмотрим, что мы сейчас можем вкачать, например, первого. Например, мы можем скачать скрытое присутствие. Вкачаем навык. Ну и можно попробовать дойти до скрытого и до лорезчика. До скрытого. Да, ну так и попробуем тогда. Подколка, подколка. Я помню те отборные ругательства. Эх, да, чатик. Да, модератор надо мной издевается. Это очень грустно. А что с копейщиками было сложено в Цусиме? Ну, сам мувсет их атак довольно-таки непривычен. Они атакуют с большого расстояния. Ну, я, по крайней мере, на начальных имею в виду. Про более высокого уровня я, так сказать, не зарекаюсь. И там, в принципе, в легендах пара ударов и, в принципе, ты труп. Так что... Так что там любая тычка стоит жизни. Особенно, когда их по два-три на тебя бежит. На даме знает. Знает боль в этих бедных и одновременно прекрасных копейщиках. Не добилось поиграть в легенды, в одиночку, в кооп-игры такое себе. Цусима легенда, ну да, она по факту самая веселая проходить ее вместе, в кооперативе. Можно, конечно, сюжет повыполнять одиночный. Ну, одному. Но это будет, опять же, очень сложно. И не всегда удачно. Нам еще 33 опыта не хватает. Знаю, как никто другой. Поэтому собрал билд на самурая с парированием и последующим ваншотом. Ваншотом, надеюсь, не тебя? Я люблю лучников. Лучники One Love, так сказать. Выбираем самое лучшее из лучшего класса. Да, все, второй уровень мы вкачали. Сейчас навык вкачаем и все. Та-рам-там-там-там-там-там-там. Шар богатства нам, кстати, выпал. Чисто с этих бандитов. У нас билд проще некуда. Кроу, лучник, аннигилятор. Это я. Я убийца с кучей дымовых бомб и билдом на урон вскрытых атак. Поднимать союзников иногда бывает полезно. Например, если они не за полкарты. Да. К превеликой радости команды ваншот не меня. Вот это хорошо. А вообще, билд собирался против рейдового босса ведьмы. А, на последнюю главу, значит. Понятно. Понятно. Мы очень долго проходили, так сказать, кошмар в ведьму. Так как я особо... Ну, точнее, мы особо не копирировались с этими всякими различными англиканскими представителями. Ну, как не копирировались. Просто небольшой диссонанс вообще не имели. Пошлите до этого скрытого, так сказать, и до лорезчика, и пойдем отдыхать на сегодня. Да, иди лесом. Плывем, плывем, плывем. Вместе с королем. Давай, раз, два, и все. И вот мы, так сказать, немного прибегнули к небольшому срезанию пути. Например, когда эти союзники надохнут на респе врагов. Нуф, нуф, ты что хочешь. Чем быстрее убьешь противника, тем больше это будет и красивее выглядеть со стороны других союзников. На первую главу тогда еле осилили, да, да. Я, по-моему, мы дошли, точнее, или я дошел, но последнюю главу я играл, да. С убийством этой ведьмы. И, так сказать, битвой в дуэли с ней. Сейчас тут набегут противники. А потом, может, как-нибудь, если получится, то и в легенду обязательно сыграем. Это опять же в будущем. Давайте от лучника избавимся. Надо попробовать засада, иными, возможно, против всех. Понятно. ХП нету. О, иди лесом, ты щитовик. Я не хочу с тобой даже смотреть, что там у тебя. Да-эй-эй! А ты можешь, пожалуйста, прекратить это делать? Так-так-так-так-так-так-так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот мы и в поместье, ребята. Добро пожаловать в поместье Хатина, да. И вот у нас этот идол резчика. Давайте у него заспавнимся. Так, я чатик сейчас почитаю еще. Мы тогда... Ну, там все просто. Три товарища паровозят тебя, потому что билд создан для убийства элитных врагов. А против кучи мелкого мусора он слаб. Ну, вот босса за два захода завалить можно. Но это если все идеально. У меня тогда подписка уже кончилась. Да, значит, я тогда и один с ребятами из, так сказать, англиканской группы проходил. А почему билд на убийцу, не через ульту? Проще некуда. Союзникам надо поднимать на кошмаре. А под обстрелом это делается не очень удобно. Хвача, кстати. Ф-ф-хвача. Да, ф-ф и захвачу. Не знаю, всегда играл на Ронине с собачками и Мишаней. Ух, тот самый Ронин, который бегает и где-то шарится, когда надо хил. Сколько же раз такие Ронины мешали мне убивать элитных врагов? Звучит это все интересно. Надо бы попробовать когда-нибудь. Обязательно, да. Игра достойная внимания, особенно, когда можно повеселиться. Так, еще у нас половина первого, даже не первого уровня, а нулевого. Нормально. Давайте все тогда потратим в эмблемы духа. Да-да, те самые Ронины, которых никогда нет, когда они нужны. Но-но. Хе-хе-хе. Зато у них есть собачка и Мишка. Потоводы, так сказать. Ну, давайте одним глазком глянем, что там творится, так сказать. И все, и банькать. А там все плохо, там все горит. Тут, получается, у нас вон проход. Там вот сидит какой-то большой дядька. И вон тут еще куча всякой мелочи. Ну, глазком глянули, это хорошо. Может, еще Лутецкий даже найдем. Который я прошляпил. Да нет, вроде все, нашли. Бе, тут и Ронинов обижают. Хе-хе-хе. Стандарт, Ронин, где хил? Плюс. Ронину не нужен хил. Ронину нужны Мишани или билд от бомб. Вот билд от бомб, он еще более-менее. А вот билд от Мишань, ну, не знаю. Он какой-то, ну, такой себе. Вот билд от бомб, да, да, хороший. Особенно, когда можно, например, на той же Кошмаре, Кошмаре, видим эти всякие неприятные платформы скипать и тому подобное. Да, да, да. Да. Хорошее было время. Билд от Мишань и собак очень часто спасают врагов от ваншот атак лучника. Угу, угу. Да, потому что ты целишься в голову, а один нехороший собакен, например, цапает его за руку, голова резко шух, и стрела мимо. А еще очень часто прерывает атаки врагов в спину союзника. Лучник не допускает такого, понимаете? То есть, играя за лучника, вы в принципе не даете противнику дойти до своих союзников. Так что, тут как бы посмотреть, что лучше. Ну, не знаю. Я на своей ульте через лук на отскакивание в голову ну просто тупо, ну, волну, волну как минимум одну могу зачистить. А если там еще и, ну, недопитков, и ультой на огненный взрыв жахнуть, то все чисто. Один раунд как минимум за лучником. Ну, можно, конечно, оставить и помочь товарищам, но они не будут рады такому повороту событий. Ой, немного спина затекла. Третий час, ребята, третий час прошел. Давайте тогда потихонечку закругляться. Всякие разговорчики, это, конечно, хорошо. Ну, да, дела домашние тоже требуют времени. Потому что демонов он не шотит. Демоны шотятся ультой убийцы или самураем. Хотя у лукаря есть билд на ланшоты, но там надо прицельно в голову с лука стрелять. Так я про него и говорил. Это лук на отскакивание стрелы, так сказать, от головы к голове. Вот тот может чисто вовну забить одной ультой. Он у меня как раз и был. Но не чистая, так сказать, эта билдятина у меня была. А с некоторыми там несостыковочками, типа, процентов не хватало в том или ином случае, так сказать, на них я не... Нет, отскоки урон понижают. Они по толпе робят. А там есть именно лук с уроном в голову, но с минус уроном в тело. А, ну, такой лук я не выбивал, к сожалению. Да. Так что сказать по этому поводу ничего не могу. Играл с тем, что было. Да. Лук с бабах стрелами. Угу, угу. Все хорошо. Что хорошо? Бабахает. А на сегодня все, дорогие друзья. Так сказать, с вами был Кроу с канала Gaturing with Crow. Сегодня мы поиграли в столь прекрасную игру, как Секира. Так сказать, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Скоро сделаем, так сказать, опросик, с помощью которого решится следующий стримик. Если там будет ничья, то, думаю, стример сам решит. Нечестно, но как есть. Да, а также вы можете просмотреть данное прохождение в плейлисте. Оно есть по ссылочке в описании. Да. В будущем, в будущем, в будущем, в будущем интересных моментов еще будет целая куча. А на сегодня... Фиг выбьешь такой. В том-то и дело, да. Две штуки выбивай. Выбивал. Угу. Угу. До следующего стрима. Да. Хорошего вечера, Зад. О, вот и конец. Пока тогда. Давай, инквизитор, хорошего вечера. Доп-вариант. Можно... Доп-варианты можно предполагать, предлагать в комментах? Можно попробовать? Можно. Все рассмотрим, все примем на усмотрение, так сказать. А всем сегодня все. Всем пока. Пока.